Привет, мои студенты! Сегодняшняя наша лекция посвящена теме «Изделие человек. Инструкция по применению». Вводная лекция перед лекцией, которая будет называться «Теория катастрофы». Поскольку в теории катастроф в основном является человеческий фактор, поэтому мы этому человеческому фактору и должны предварительно посвятить вот эту первую лекцию. Известно, что человек по своему телу состоит из основных таких частей, как голова, спинной мозг, и дальше отходят все нервные окончания во все органы, вплоть до последних пальчиков, рук и ног, которые существуют в обратную связь с мозгом и передачей управляющих сигналов на привод мышц и всевозможных физико-химических процессов в организме. Вот анатомию человека вы все, конечно, хорошо проходили в школе. Вы это знаете. Я только отмечу, что вот фрактальный, конечно, с точки зрения современной терминологии, фрактальный характер имеет тело человека. Вот так вот, если разобрать отдельное направление нервных, основные пути нервных окончаний. Вот голова, головной мозг и спинной мозг. В голове находится так называемый переключатель приема-передачи, как я ее назвал, но технически. То есть мы принимаем мысли, и мы можем передавать мысли. То есть генерируя сами мысли, подчиняясь своей свободной воле, мы можем, исходя из нашего опыта, образования и окружения, мы можем формулировать определенные предложения и запросы наверх, в виде так называемых молитв, как церковь называет. А к нам идут, после грехопадения, как мы вот, наши предки Адам и Ева, судя по Библии и более древним источникам шумерским, пали на землю вместе с искусителем, познавши плода от дерева добра и зла, то мы вот имеем также и свободную волю. И сигналы к нам идут, как обычно, разного характера. Бывают сигналы положительные, бывают сигналы отрицательные. Это мысли наши, мысли, которые рождаются, как-то появляются у нас в голове. Мы думаем, что они рождаются, но нет, это доказано уже четко, что это чисто приемная антенна у нас. И у нас, конечно, есть свой компьютер, своя воля, своя душа и дух, и они все перерабатывают эту информацию, которую мы получаем свыше. Выше нашего тела, невидимая часть тела нашего, мы, конечно, больше, чем тело, и над нашей головой находится типа ветвей дерева тоже, которая укореняется уже в космос, в космический разум, упирается в небесное царство, как церковники говорят наши. И вот, получая с невидимого дерева, получая сигналы на голову, мы, пользуясь своей волей, выбираем наше поведение, принимаем мысли, делаем высказывания словом, и после этого высказывания мы принимаем какие-то решения и действуем. То есть, помысл, слово и дело – это три составные части нашего поведения, хеористического поведения. Так вот, что касается вот этой вот конструкции человека основная, она в крупном плане понятна нам, это известно из школы, это анатомия человека и так далее, но вот это, то, что над нашей головой помещается, это уже церковь этим занимается. Это вопросы религии, то есть связи с внешним невидимым миром. Тоже очень большая наука, и здесь всем известно. Так вот, как нам вести себя в этом мире, вот как мы попали в этот мир, что мы, в какое окружение попали, и как наше окружение влияет на нас, и как мы можем влиять на наше окружение, уже получив определенное образование, определенные навыки работы с собой, и включая вот этот вот, который я нарисовал, в голове есть переключатель прием-передача, и как церковь говорит, обращаясь с запросами к Богу, вот из ней идут сигналы на голову, на нашу антенну основную, на голову и спинной мозг, очень большие частоты, разнообразие больших частот идет на нас сигналов, мы находимся в такой массе полей, диапазон частот огромный, он от излучения очень коротких, и до очень длинных сигналов, практически потенциальных, почти потенциальных, которые меняются в год раз, в десятилетие раз, там и с периодами 28 лет и 50, 76 лет, как Пушкин еще периоды наблюдал исторически, и вот такие сигналы у нас, длительные, длиннопериодическая составляющая, электрическая есть. Все эти поля, конечно, имеют в основном оптический, электрический диапазон, радиодиапазон, и может быть еще какие-то поля, которые мы, физики, еще наши не открыли. В связи с вот изысканиями в области эфира и так далее, и так далее, могут быть еще какие-то поля. Изыскания в области элементарных частиц, в области физического вакуума, ну и можно продолжая вплоть до самого духа, который, собственно, все исполняет и животворит. Вот, обращаясь, значит, к литературе, какие у нас есть основополагающие вещи по регулированию нашего устройства, нашего организма, чем мы можем регулировать. Во-первых, нам надо изучить, как это все делается, и норму своего поведения выправить, с тем, чтобы поступать правильно и без всяких помех пройти жизнь от ее начала и до конца. Имеются у нас писания святые. Многие религии содержат очень множество инструкций по управлению, как должен человек себя управлять. Это от йоги, от буддизма, более древней религии, до христианства и так далее. Но мы остановимся с вами на наиболее таких простых, понятных и схемах, которые дает нам вот православие в частности и древние религии. Первая инструкция, которая самая важная, которая содержится в литературе, и она хорошо известна, она читается постоянно в церквях, это так называемый Псалом Давида номер один. Это фундаментальнейшая вещь по нашему поведению. Вот, смотрите, есть такая книга, Псалом, но это я беру вот древнее, довольно-таки древнее издание Псалтыри. И здесь вот написано, что написано. Блажен муж, и же не идя на совет нечестивых и на пути грешных неста, и на седалищах губителей не седи. То есть это говорит о том, что муж, благой муж, он на совет нечестивых не ходит. То есть там, где совещаются нечестивые, которые, кто такие нечестивые? Которые не чтут Бога, собственно, Создателя нашего. Это и есть нечестивые. И на пути грешных не стоит. То есть он всегда в том месте, где надо, и не оказывается в то время, и в том месте, где не надо. То есть где вот идут грешные, преступники, он на их пути не стоит. И на седалище губителей не седи. То есть где людей осуждают, где на смерть, на казнь, где совещаются об этом, то есть он там не присутствует. Вот это муж благое. Он всего этого окруженник избегает. Так вот, избежав это, чем он должен заниматься? Но в законе Господне воле его и на закон его, и в законе его поучиться день и ночь. То есть наша обязанность закон изучать, Божий закон. Он у нас уже сведен до двух заповедей. Вообще уже примитивно запомните элементарно эти две заповеди. Было 10 заповедей. Но их, конечно, никто не соблюдал. Это или так соблюдали, но выборочно. Вот мы люди хорошие, тут свои. Мы будем относительно друг друга эти заповеди соблюдать. А вот эти вот тамгои, ИСи, зашеломянем мы их будем уничтожать, и грабить, и так далее, и так далее. То есть разделение людей на хороших, плохих, это вот здесь вот уже начинается отклонение. Это уже неправильное понимание закона. Поэтому закон сведен к двум заповедям. Возлюбивого, то есть его волю исполняем на земле. И вторая заповедь ближнего, как самого себя. То есть не пожелай ближнему того, чего не желаешь себе. Вот эти такие две заповеди. И сказано, что будет с таким человеком. Вот в этой инструкции. И будет якать древо насажденное происходящих вод. И же плод свой даст во время свое. И лист его не отпадет. И вся или кащи творит успеет. То есть он будет как дерево насажденное при истоках вод. Где источниках святых вод. И даст свой плод. То есть решить задачу, которую Бог его послал. Ту задачу, которая это. Его и плод и есть. и свое время даст плод свое время. И лист его не опадет. И все и ликотворится, все успеет, во всем будет успевать. Вот. все сумею, все успею сделать, как песня поется. Вот как должен поступать благочестивый человек. А вот не так нечестивые, не тако, но яко прах прах, его же возметает ветра от лица земли. То есть нечестивый, как прах, возметаемый ветром от лица земли. Как перекати поле. Всего ради не воскреснут нечестивые на суд. Ни же грешницы на совет праведных. То есть они среди праведных не будут. потому что Господь, яко весь Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вот это кратчайшая инструкция, но так же, как эти две заповеди совершенна. Но в то же время она неисчерпаема по своей сути. Если в нее вникать и разобрать до конкретных ситуаций наших жизненных, то вот значит можно в каждом своем выборе руководствоваться этой основной инструкцией. Если кому мало вот этой инструкции кажется краткой для студентов, по-моему короче некуда конечно, но которая краткая она по себе емко, потом разворачивается она в большие тома, может быть развернута. Но в то же время были такие святые и ученые церкви церковных вот этих лидеров церкви наших, особенно нестяжателей, которые были раньше. Среди нестяжателей я выделю Нила Соргского, Соргского, но на реке Соргке, который подвязался в 1400 в 1434 году, ну посмотрите в Викибеде Нил Соргси, и до 1508 года он подвязался и придумал он скидское житие здесь, но перед этим он 10 лет скитался по Афону, там учился жизни и славился тем, что он очень ловко переписывал, быстро переписывал церковные книги и набрался там мудрости, очень великой мудрости. И его просто научное великолепное произведение, касающееся борьбы со страстями человеческими, которое отвлекает его от выполнения определенных послушаний, определенных действий, полезных действий, вот борьбы с этими страстями и он посвятил свои литературные изыскания. Вот он как пишет Нил Сорский в своем произведении. Я на него тут сошлюсь внизу, на Нилу Сорского обязательно, попозже. Так вот, какие этапы нашей борьбы с идущими на нашу вот эту антенну человеческую антенну помыслами. Этапы он разбивает это на пять. Согласно ученым Древней Церкви он развивает на пять этапов. Первый этап это прилог. При этом нам внушается какой-то образ, какой-то мысль сделать что-то, вообразить что-то, сделать что-то. Это вот такой вот прилог представления этого помысла. Второй этап это сочетание. То есть, когда мы принимаем, а надо пойти заложить или пойти там поблудить немножко. Вот это вот уже мы сочетаем, да, надо, мол, это сделать надо. Это мы тем самым уже ведем диалог с этим помыслом, диалог. Находясь в диалоге, если мы это все пропускаем, и мы никак не боремся, ничего мы не отвергаем, не переключаем вот этот переключатель, который у нас тут вот есть переключатель, мы его не используем, тогда следующим этапом появляется согласие, сложение. И мы ведем этот диалог с помыслом. На четвертом этапе получается пленение, как бы порабощение от этого помысла. Мы уже не в силах, все уже горит, трубы горят, пойти выпить и так далее, и так далее, найти там или наркотики, или что-то там, или, допустим, будут дети идти скорее в ночный клуб, там кого-то искать. Ну вот это вот уже сам не желая того, сердце против воли устремляется к этому помыслу. Хотя внутри какой-то есть сомнение, но уже человек попался, рыба попалась на крючок. И пятый этап это страсть. Это самый уже заключительный этап. в этом действие по помыслу, которое через привычку становится естеством человека. То есть вот эта страсть, страсть винопития, страсть игромания, страсть наркомании, страсть блуда, страсть игры, серебролюбия, стяжания, это богатство, это тоже страсть, это состояние болезненное, когда человек все копит, 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 копит. И Нил Сорский даже называет эту страсть, хотя бороться он приводит там рецепты в этой книге, как бороться с этой страстью, говорит, эта страсть довольно легко побеждается в серебролюбии. Но если ее допустить и не бороться с ней, то она становится главнее всех вот этих страстей, вот это серебролюбие, и может недавно, как на примере, пожалуйста, недавний пример, что человек застрелил своих коллег в банке из-за того, что его вот якобы там хотели сократить в возрасте 55 лет он получал там полмиллиона в месяц рублей, а сейчас ему в дворники хотят перевезти на 20 тысяч. Ну это шутка ему так говорили, но он эту шутку уже воспринимал, ему уже эти деньги то как же потерять такие деньги, то есть вот эта страсть вот к этим деньгам, она подумает, что там 500 или 20, для нормального человека это наплевать, ему до пенсии 5 лет осталось, какая разница, если у него была зарплата большая, он на одни проценты от этой предыдущей зарплаты может спокойно жить, то есть это не проблема, он может и дворником работать, тем более полезная работа, снежок покидать, но нет, вот она, то есть вот эта страсть, она и привела к чему, привела к убийству, к самоубийству, что самоубийство, еще страшнее убийство, то есть он уже дошел, и вот это вот такая страсть, которой страдает, кстати, очень многие наши, вот эти вот новориши, которые называются новориши, и поэтому вот у них такая вот погибель получается странная, и согласно вот они стоят на пути нечестивых, согласно вот этому вот псалму, псалмам Давидову, вот, что, да, вот таким образом человек пленяется, и он от своих дел отходит. На каком этапе это может произойти? Это может произойти на любом этапе человека, и очень быстро может быть прокручено все. Особенно это опасно, когда человек не сам по себе, вот именно работает в коллективе, в каком-то определенном взаимодействии с другими людьми. То есть вот поэтому в псалуме это говорится, что с такими людьми нельзя находиться, нельзя с ними сидеть, нельзя с ними общаться. То есть получается, что то, что приходит нам вот это, и мы принимаем это как антенну, дальше мы этот негатив весь переизлучаем на других людей. И уже другие люди, находясь с нами в контакте, заражаются как вирусом гриппа, вот этими страстями, этими помыслами, потом сложением и так далее, и так далее, аргументов приводится сразу тебе на голову наваливаться, в оправдании всего, вот в частности сквернословие, сейчас обсуждается вопрос сквернословия. Это явно нас никто в школе не учил сквернословия, наоборот, говорили, избегайте сквернословия. Религия ни одна не учит сквернословия, наоборот, избегайте. А здесь такие вот есть лидеры кинематографы, которые написали письмо, которые разрешите нам сквернословие ввести в кино, чтобы молодежь это все смотрела, это сквернословие набирал, чтобы оно грешило, чтобы в начале было слово написано, ясно написано, в начале было слово. От этого слова дальше идут помыслы, дурные и поступки, но видимо вот этому кинематографу это очень выгодно, они привыкли вот этих на страстях, на низменных страстях делать свои состояния, вести себя барами, откровенно, как там жить, как бары, поместье сейчас они решили, может крепостное право захотят, это дальнейший уже прилог вот этих нечестивых товарищей. Я не буду называть фамилии, они всем хорошо известны, эти обратившиеся к президенту ввести опять сквернословие. Кстати, вот указ президента о запрете этого сквернословия в литературе, в телевидении, в кинематографе, это один из самых положительных указов, самых основных указов, которые может быть, им были изданы за эти вот 15 лет, за 14 лет, что он стоит у власти этот президент. Самый положительный указ этот. И его хотят сейчас подмыть, вот видите, подмыть, смыть его этот указ, постепенно пролезть в эту сферу опять. Вот так же, как есть вторая крайность, это вот религиозная часть, которая пытается, значит, вот эту модель. Но если она идет через религиозников, то она обратный эффект. Если, допустим, она через нас идет, через гражданских обыкновенных, которые испытали все это на себе, это другое дело. А когда вот эта наука церковная идет от церковников, которые своим поведением обратное показывают, как вот в этом Павел апостол пишет, вот я, говорит, учу. Он священников приводит пример, который учат, вот, не убей, а сам иду убивать. То есть, не укради, а сам иду красть. Не прелюбодействуй, сам прелюбодействуй. Как же я, говорит, могу это, ну, вот, и стяжательство также. Вот сейчас церковь, она вся на стяжательстве, поэтому учить она уже никого морального права не имеет, а это просто как финансовая организация пока. Вот, а такие люди, как Осипов, вот они имеют право, там есть профессор Московской Духовной Академии Осипов, Алексей Ильич, он имеет право учить, поскольку он своим личным примером ведет себя положительно сам, то есть у него ни квартиры там лишних никаких нету на нем, ни с кем он не судится, не стяжает, короче говоря. И сам он, кстати говоря, обличает этих, вплоть до патриарха всех священников он обличает Алексей Ильич. Вот такие люди могут, конечно, проповедовать правильный образ жизни. А вот как сейчас хотят, чтобы батюшка приходил на Мерседесе, приезжал в школу и учил учеников, положив свое брюшко на столик там, на детский столик, и он бы важен, вот там с крестом золотым смотрел, это все обратный эффект было бы имело. Вот таким образом инструкция. И так же было до революции, ведь до революции что? Вы думаете, вот осуждает Ленин, что Ленин такой антихрист, и так далее, и так далее, и так далее. Но ведь никто уже не вспоминает, что Владимир Ильич отлично сдал богословие, сдался отличие. Но как он, так и многие другие революционеры, тот же закончивший духовную семинарию Иосифа Фессарионовича Сталина, они же понимали, что истинная религия отличается от поведения высшей церковной иерархии, которая уже как говорится лопалась от тука, как опишется Давид, говорит, тучные вассанские окружили мя. Он пишет в псалмах, тучные вассанские окружили мя. С них нету, даже царю этому было бедному точненького маленького прохода от них, от этих фарисеев-книжников. Вот таким образом. То есть вот это вот даже обучение добру, может быть, оно обратно и совершенно обратный эффект иметь, если за это дело возьмутся ну, типа, как люди, которые сами своим примером не... Ну, то есть, если бы Нил Сорский, вот такие, как Нил Сорский, нестяжатели преподавали, это да. Или там Алексей Ильич Осипов, допустим. Вот к этому мы призываем. И об этом, кстати, говорит вот Псалон-то Давида номер один, он и говорит, что надо очень тщательно выбирать вот это вот... Не сидеть с нечестивыми. А нечестивый, он может в любую форму быть одетый. Он может быть в генеральскую форму одетый, в маршерскую. Он может быть любой должность занимать этот нечестивый. но если ты с ним сидишь, весь уже негатив на тебя распространяется. Образ жизни, образ жизни у тебя меняется. Вот. Вот таким образом человек, инструкция по применению. это я к чему? К тому, что мы сейчас переходим к следующей лекции, чтобы много времени не занимать этому моменту, переход сделаю к следующей лекции, которая будет называться теория катастроф. Человеческий фактор. Вот истоки вот этого человеческого фактора как раз я здесь и привожу. Истоки самые фундаментальные. Они лежат на конечно в сфере духа. Как правильно говорит у нас экономист наш известный это Катасонов. Вот посмотрите его ролики с Катасоновым у лекции. Что сейчас самая основная борьба развивается в сфере духа в стране. И тот кто только стяжает правильного духа духа святого он в конце концов на правильном пути находится. И принимает он правильное решение. С правильными людьми сидит. На правильной дороге выбирает чтобы не вставать на пути нечестивых. И в стороне от блуда, воровства, колдовства и убийства. вот эти четыре основные момента, из-за которых приближается вот этот кадет света, о котором мы не пугаем друг друга, но предупреждают просто нас о том, что вот блуд, воровство, колдовство и убийство. В этих мы должны раскаяться в грехах своих. А почему мы вот опять повторяю, что мы а почему мы в них виноваты тоже? Потому что мы в свое время сидели вот на совете, смотрели вот эти фильмы этих вот товарищей, которые призывают к вернословию. То есть мы находились среди вот этих компаний-развратителей. Я не буду называть опять фамилии, потому что они там знаете вы всех этих кинематографистов так называемых кинематографистов. От слова мат, может быть, они так понимают. Раз кинемат, то есть кино и мат. Кино и мат. Вот это они к этому стремятся. Так вот, источник вот этих всех человеческих факторов катастроф, он из всего этого исходит. Из поведения правильного человека. Но с другой стороны, осуждать мы не имеем права, потому что мы не научились сами людей переключать, вот этим переключателем работать. Когда нам поступает отрицательный какой-то помысл, мы не переключаемся на что-то положительное, на что-то, то, что нам поручили, на порученное дело. Это проще всего отвлечь любой помысл своим послушанием. Человек, который исполняет послушание правильное, например, Владимир Леонидович призвал учиться, учиться, учиться. И наше дело с вами, студентов, это постоянно и всю жизнь учиться. Учиться, учиться. Вот если это, если наш помысл противоречит этому помыслу, то мы должны обратиться к учебе, то есть сосредоточиться, сказать себе, что для чего я пришел в институт. Чтобы учиться, набраться знаний, набрать сумму знаний, и не просто сумму знаний, но и качество знаний, качественных знаний, перспективных, которые приходятся раскроют полностью тот творческий потенциал, который заложен в человеке, в студенте, в аспиранте, в докторанте от природы. Вот раскрыв этот потенциал, раскрывая этот тезис, учиться, 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 мы можем от этих всех основных стратег своих избавиться. И вот что касается перехода к теории катастрофы. Всегда когда вот эти вот казалось бы два закона возлюби ближнего как самого себя. Вот второй закон. Первый возлюби Бога. Это больше всего на свете. Второй возлюби ближнего как самого себя. Значит мы вот об этом законе, то есть мы не сами себя не любим. Иногда нарушая вот эти все правила, законы. Я говорю о технике безопасности. И повседневно мы ежедневно мы находимся на неправильном пути. Поэтому у нас везде кругом сплошные катастрофы, войны и конфликты и так далее и так далее. то есть мы боремся не за то, чтобы хорошее что-то сделать, а боремся за то, чтобы плохое сделать. Больше накопить денег, больше убить людей на Украине и так далее. Вот мы за что. За чистить территорию, это все такое. Вот за что мы боремся. А мы не боремся, как при социализме раньше мы боролись за благо каждого человека и за возможность этого человека вытянуть из болота греха, как вот говорил, вы будете лавцами человеков, он Иисус говорил ученикам. А у нас таких лавцов сейчас нету, у нас наоборот топят человека любыми путями и люди всех мастей и так далее. То есть живут за счет грехов людей. Ага, ты потребляешь наркут? Давай потребляй еще, пьешь, давай мы тебе еще повысим водку, будет у нас доход побольше, повысим цену. И ты там кушаешь это, надо тебе повысить еще цену. Пусть у нас гниет нам на складе эта гречка, но мы все равно в три раза ее цену повысим, но доход у нас украли деньги за границу, мы должны это дело компенсировать. Вот такая вся катаваси, вот эта борьба и за эти деньги человечество, мы потеряли социализм, потеряли все, все идеи, все идеологии мы потеряли. Но если мы отбросили социалистическую идеологию, которая является квинтэссенцией всех религий, все религии собраны в социализме, потому что не дураки теорию писали социализм, они все проходили эти религии, изучили все до корки, до буквы, все эти писания были изучены, и было посмотрено, что там верного, что там неверного принесено, и какие папы были, все это было изучено, папы римские, какие были там, скотоложники, лудники, развратники, убийца, воры и так далее, это папы римские были, но они же у нас сейчас непогрешимые, как же папы римские непогрешимые, а какие, что они творили, а что у нас вот это вот тоже до революции папы творили, в деревне так послушать, они всех баб перетоптали, как говорил у нас дядя Саша Корчагин в деревне Александр, вот этот дядя, он уже до революции жил, и уже знал, что делали папы там, они только сходили и топтали девок по деревням, вот их не дела, поэтому вопрос воспитания, вот этот вопрос переключателей, он должен быть решен именно на стыке технических наук, физических наук, математических наук и религии, правильной православной религии, правильно славящей бога религии, вот, на этом мы сегодня закончим наше вводное про человеческий фактор, желаю вам добрых успехов в учебе, начавшемся новом семестре, и закончить благополучно, быть здоровыми, чтобы закаляться, чтобы надвигающиеся на нас инфекции нас не коснулись, и действовать строго по духу и буквы простых законов, которые у нас еще никто, слава богу, не отнял. До свидания, всего вам доброго.